Ульяновская область Ульяновская область Пациентку привезли в отделение 5-й хирургии больницы с диагнозом тромбофлебит. Но уже через сутки у женщины развился тромбоз артерии. Магомед Магомедович, скажите, чем опасно заболевание? Это заболевание опасно тем, что если вовремя не оказать помощь, у нас заканчивается гангреной, конечности, не ампутации. Тромбофлебит Тромбофлебит – это воспалительный процесс. В венах образуется тромб, который вызывает в последующем нарушение кровообращения, венозное кровообращение. И симптомы у тромбофлебита – это какая-то расположенность, предрасположенность бывает у людей. Особенно этим страдают женщины, особенно после родового периода, после рождения ребенка. У них появляется и тромбофлебит, и варикозное расширение в вене. Тромбофлебит бывает глубоких вен, бывает поверхностных вен. А у нее был как раз тромбофлебит глубоких вен. У нее дальше, у нас в отделении, здесь у нее родился тромбоз артерии. Тромбоз артерии, она всегда так возникает внезапно. У молодых она бывает редко, а у людей пожилых в связи с изменением сосудов, с нарушениями сосудистой стенки, у них часто она встречается. Поэтому для нас как-то неожиданно было, что у нее развился так вот внезапно тромбоз артерии, подколенной артерии у нее был. Тромбоз артерии – это уже ситуация такая, которая требует экстренной ситуации. Надо удалять тромб из этой артерии, тромб, если мы успеваем, если как-то вовремя обнаружили. Или же заканчивается дело ампутацией конечностей, потому что неизбежно она заканчивается гангрейной конечности. Она бывает поражает сосуды любого органа. Мы часто сталкиваемся с тромбозами артерии кишечника, брюшной полости. Потому что появляются сильные боли и с кишечной, и с болем живота, они именно должны лечиться у нас. Операция длилась чуть больше часа. Пятый день наша героиня пребывает в палате. Самое тяжелое позади. Сейчас на первом месте покой. Для Равели Рафиковой это третья операция за свои 40 лет. Уроженка Николаевского района знала о тех последствиях, которые ее ждут, если сбежит хирургического вмешательства. Поэтому, не раздумывая, легла под нож. Не сомневалась она и в компетенциях врачей. Я согласилась. Потом меня подняли из нашей хирургии уже на пятый этаж. Это реанимационный отдел. Там завезли в операционную. И там уже были и врачи, и анестезиологи, и операционные медсестры. То есть мои спасители, это был Штаев Николай Сергеевич и Пичулин Константин Геннадьевич из областной больницы. И вот они мне делали операцию. То есть я им благодарна. Это мои спасители, которые и во время операции, и после операции, и до сих пор спрашивают. До сих пор такое состояние приходит чуть ли не по три раза в день. И благодаря им я теперь вот уже хожу. Мы пригласили из областной больницы сосудистых хирургов, специалиста. Специалисты, так как у нас отделение не располагает таким возможностям. У них свои специфические инструменты пригласили. И вместе с нами сосудистый хирург, мы ему помогали, удалил тромбы из этой артерии. И на глазах, прям после удаления тромбы, конечно, стала теплая нога. Появился пульс. И цвет изменился в конечности. То есть все, прям на глазах все. Наша героиня признается, что боялась умереть. Чувство страха овладела женщиной, когда она перестала чувствовать ногу. Это было, знаете, чувство страха такого, что человек, я уже умирает. То есть нога, ну она стала тонкой. Потом чувствительность вообще пропала и сильные боли. То есть когда уже доктора подошли, стали, ну вот, прощупывать ногу. Они мне говорят, ты же что-нибудь чувствуешь? Я говорю, нет, они пальцем все, вот это они менее. То есть это был, ну не только страх, это, наверное, был ужас. И в голове, и в сердце. И был страх за своих детей. Сколько у вас, кстати? Двое детей. Двое детей? Две девочки, да. А не чувствовали вы всю ногу или только ниже? Нет нижней конечности. То есть это с колена и до... Вот. И вот благодаря этим врачам, дежурному врачу, который сразу же поставил, можно сказать, в известность всех. Потом вот двум операционным врачам. И вот дальнейшее лечение вот моему врачу, который сейчас вот нас лечит. Она получает препараты, которые разъезжают кровь. Основная причина образования этих тромбов, это сгущение крови и изменение сосудистой стенки. И чтобы не случился тромбоз, в этих случаях назначаем большинство. У нас большинство людей, много людей принимают с тромбофлибитами или с атеросклерозных сосудов кровь разъезжающих препаратов. Вот она тоже получает такие же препараты, кровь разъезжающие, чтобы в дальнейшем как-то предупредить развитие таких осложнений. И сейчас ей не угрожать. Ей в дальнейшем надо будет просто лечить свое время от времени. Ложиться в больницу для проведения УЗИ, для профилактического проведения лечения и принимать кровь разъезжающие препараты. Лежала в больнице, но все-таки я знаю, что такое внимательное отношение, наверное, только я здесь. И многие даже не дадут соврать, что здесь внимание от всего медицинского персонала. Продолжение следует...